Некоторые люди пришли сегодня в церковь, потому что они думают, что сегодня какой-то особенный день. Я понимаю, что вы хотите праздновать Иисуса, потому что Иисус, Его воскресенье, но я не должна праздновать это сегодня, потому что это каждый день, когда вы празднуете. Я просто хочу сказать вам, что мы не религиозные. Некоторые артодоксицы, которые думают, что они думают, но они никогда не идут в церковь. Мой сын сегодня послал мне ноут в Счастливой Пасхе. Мой сын прекрасный, я его так сильно. Мы очень близки, но он не рожденный свыше. И сегодня он сказал мне, мама, ты такая прекрасная. И я желаю тебе Счастливой Пасхи. И я хочу ответить ему, Счастливого Дня Шоколада, Счастливого Шоколадного Дня, но я этого не сделала. Потому что для них это как бы день, когда ты кушаешь шоколад. Я привезла со мной, если вы видите, бутылку масла. И я хочу сегодня говорить о масле помазания. Не каждый понимает вот это вот масло помазания. И я хочу сегодня донести до вас силу. И это масло стало для меня очень важным, очень незаменимым. Потому что я понимаю в исцелении, я понимаю, что такое исцеление. Я понимаю силу Иисуса Христа. Но у нас есть некоторые места в нашей жизни, некоторые части. И это больше, чем вот гражданности. Гарри teaching the word of God, he teaching his word. Иисус учит в своем слове. The important about the anointing. Важность помазания. И когда мы посмотрим в первом месте, это про Псалм 92.10. Песни, Песни. Псалм. Псалм 92.10. Нет, в русском будет другой. 93. Псалм 93. Yeah. You will put it there for you? Yeah. Okay, good, good. That's better, that will be fast. Yeah. It's good. Okay, now listen. Послушайте. I have many, many experience with the oral I need to share with you. У меня есть очень огромный опыт. No, but not long time ago I was very, very sick. Не так давно я была очень больна. After Christmas my husband and me had the flu. После Рождества у нас с моим мужем была простуда. I think I was dying. Я думала, что я умираю. We were really sick. Мы очень были больны. My friend pastor from California sent me this oral. И мой друг пастор из Калифорнии, он прислал мне это масло. And I put the earl and her head like this. And the neck everywhere, every night. Я везде, везде, везде прям нанесла это масло на голове, на груди. People, they have the flu. They were coughing like crazy. Кашляют просто по сумасшедшему. The cough left. I was not coughing anymore. I was not coughing anymore. That don't happen with the flu. And I knew it was because of the anointing. And I knew it was because of the anointing. Let's read what Psalms say over here. Давайте прочтем, что говорит Псалтырь 93.10. В разумляющие народы, неужели же не обличит тот, кто учит человека разумению? Let me see. That's the same thing that you have. By the show, your name, no, by my horn, you have exalted, like the bold ark. I have been anointing with the fresh... Okay, let's go to the other one. Excuse me. Now, let's go to 1 Samuel 16.13. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. I need to read it more in English. 1 Samuel 16.13. 16.13. 13.13. It's okay. It's okay. You know, you need to do that for six months. I'm just kidding. It's up there. No, no, I need it. That's a fourth one. Okay. Now, listen. Samuel went to see Davide. Okay. David. Samuel хотел увидеть Davide. And then, read over here. So Samuel threw the horn of Oral. How the power of God was coming to some men, they were calling in the ministry, put it this way. Как Божья сила может прийти? Samuel was a prophet. Samuel, он был пророком. And God talked to him. И Господь говорил с ним. And He told him to take the olive oil. И Он сказал ему, возьми масло для помазания. With all the spice inside. Со всеми ингредиентами внутри. And to go to anointing David. И помашь им Давида. From this time, и с этого времени, David was anointing from God. David был помазан Богом. And David, he came like an example. Okay, wait a minute. For God, David, he was very, very special in his heart. Для Бога, Давид был очень в особенном сердце. And David started to walk in the presence of God because of the anointing thing. И когда он начал ходить в славе Божьей, он начал ходить, потому что он был именно в этой славе. Слава была на нем. Why the oil is so powerful? Why the oil is so powerful? Почему это масло имеет столько силы? Because the oil represents Jesus Christ. Потому что это масло, оно символизирует Иисуса Христа. Every time we use the anointing oil, каждый раз, когда вы используете масло, we always think it's for the people. Вы каждый раз думаете, что это для людей. It's never for the people. It's for Jesus Christ. And the Old Testament, Jesus was not there. That means they have to use something to represent Jesus Christ. And the oil represents the Holy Spirit. That's why it was so powerful. Поэтому оно имеет такую огромную силу. And then in Psalm 89, 20, 21, Psalm 89, God declared, I have found David my servant. I declare, I have found David my servant. Я провозглашаю, что Давид, он мой по-моему. И помазываю его своим маслом. That means the day, when you accept Jesus Christ, you came for the heart of Jesus very special. That means you are anointing with the oil Это значит, что вы помазаны маслом помазания. С Иисусом Христом. And some time we don't understand that. И порой мы не понимаем этого. Because we have so much guilt and shame. Потому что у нас столько стыда и столько винии. We cannot relate the anointing oral The power of the Holy Spirit Силы Святого Духа About miracle and healing О исцелении и чудесах. The day I accept Jesus This is the first thing I understand People, they will come with the bottle of oil And the church Люди приходят иногда с бутылочкой масла And I didn't like that И мне это не нравится They will say it's the same Они остаются такими же I say, ok, if it's the same И я говорю, хорошо, если это то же самое Let me see what my sheep Why? And in Acts of 30, 22, 24 God spoke to Moses Исход 30, 22, 24 И потом 30, 36 Бог говорит с Моисеем очень специфически Он говорит Моисею о особых пряностях И эти благовония, они производят Дух Силы И он очень четко говорит о том Чтобы это масло не использовалось для твоего тела Это не для этого Это для славы Божьей И поэтому он сказал об этом Моисею Поэтому это очень важно Использовать правильное масло Для исцеления и восстановления Я позволяю вам читать Исход 30, 22, 24 Потому что это довольно долго читать Читай Возьми себе самых лучших Благовонных веществ Смирный, самоточный, 500 сиклей Корица благовонный, половину против того 250 Тростника благовонного, 250 Кассии, 500 сиклей По сиклю священному И масло оливкового гимн Дальше Смотрите Все, 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 все Да, целый твенфон Вы видите, насколько это важно? Это было для святого места И после этого Все пророки Использовали это масло Чтобы помазать только помазанников В пророки Экспириенс Да, с маслом It was a friend Кوم to me Один друг Пришел ко мне И сказал, что Мой бизнес Не очень хорошо сейчас работает И сказал, что Мой бизнес Не очень хорошо сейчас работает И я сказала Я сказала, что есть кто-то внутри твоего бизнеса. И Джизабель, она там, и она должна уйти. Но она сказала, что я не могу ей сказать уйти. Я сказала, что ты должен делать что-то каждое утро. Я дала ей масло, масло помазания. Я сказала, что ты должна помазать свою дверь до того, как ты приходишь на работу, и когда кто-то приходит с помазанием, и Джизабель уйдет. И это было так, как я говорю. И она делала это каждый день. И сгоняла ей Джизабель из ее офиса. И в конце месяца, эта женщина покинула офис. И тогда бизнес пошел вверх. И вот поэтому Господь и дал нам это масло. Sometimes we are proud to pray. Порой у нас есть, what the call? Pray. We are proud to pray. Нам нужна молитва. We are proud to study the Word of God. Нам нужно заниматься и изучать Слово Божье. И в моем офисе, я беру помазание. И я беру это масло и мучу его на голову, на свой разум. На мои уши. И я говорю, Господь, я хочу получить Твое Слово. Дух Святой наполни меня помазанием Твоим. И это даже не проходит, даже двух минут. И я чувствую это. И радость Божья возвращается. И поверьте мне, это всегда работает. Я всегда имею в своей сумке маленькую бутылочку масла. Вам нужно иметь это с собой. Это олицетворяет Духа Святого. И Иисуса Христа. Каждый раз, когда вы помазываете человеку, когда вы помазываете, it's not about you. Каждый раз, когда вы помазываете этим маслом, вам нужно говорить, что это не о себе. Это о Иисусе. Хочешь ли ты получить его? They will say, yeah. И он скажет, да. You take the oil and you anointing them. И вы берете масло тогда и помазываете его. And something will happen. И кое-что будет происходить. Demon hate the oil. Демоны, они ненавидят масло. Then I do ministry. Когда я служу. And I have to do restoration inside the mind. И когда мне нужно служить в изменении разума. Or if the people, they are sick in the body. И я вижу людей, которые больны в теле своем. I would take the oil. Я беру масло. And I put everywhere like this. И я везде наношу вот так. And I say, by the name of Jesus Christ, I will heal. Во имя Иисуса Христа, ты будешь исцелен. And I cast out the demon. Я изгоняю демонов. Demon hate the oil. Они ненавидят масло. I have a friend. У меня есть друг. Last year. В прошлом году. Very sick. Был очень боль. She was screaming with pain. Она кричала просто от боли. And she called my husband. И она позвонила моему мужу. And she said, I want to ask Colette to come. И сказала, я хочу попросить Colette приехать ко мне. And I said, honey, let's go. И я сказала, дорогой, поехали. I take my Bible. Я взяла свою Библию. I take the anointing oil with me. Масло помазание. And I said, before I leave. И я сказала, до того, как я ухожу. Be ready, Satan, I'm coming. Сатана, готовься, я иду. I am ready. Я готова. I am ready to do the good fight. Я готова иметь хорошее сражение. And you will pay the price. И ты заплатишь цену. I came to the door. And she was screaming. Everybody prayed for her. Nothing worked. Все до этого молились за нее. Ничего не произошло. I said, show me the pain. Я сказала, покажи мне, где боль. And I took the oil. And I put in her pain. And I said, I don't mind if it will take three hours. For hours. И я не возражаюсь, если это будет три часа, четыре часа. You will be healed. Но ты будешь исцелена. Do you know? И вы знаете? She came completely healed. И она полностью исцелена. Доктора сказали, что это невозможно для нее, чтобы не было боли. И она говорит, у меня нет боли. Но она сказала, я пойду на операцию. И они не могли поверить. You see, her faith, it's about pray. Ее вера, это все в молитве. И если вы молитесь в пять минут, and it's not working, и это не работает, мы останавливаемся порой. And her faith, но ее где спал oil, но ее вера. And you say, it's only oil. Она верила, что это не только масло. But God said, by faith, and by action, it will happen. Это случится. We need to believe what the word of God says. Нам нужно верить в то, что говорит Божье слово. Let's go to Luke 7, 37, 44. Давайте пойдем, Luke 7, 37, 44. Can I read? Yeah, I just want to read it at the same time. 7, 37, Luke 7, 37. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его... 7, 37, 44? Yes. Let me tell. Now it's 39. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Сима, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ее имя была Мария Магдалина. Она была грешница. Мы были в Израиле, мой мужик и мне. В мае мы были в Израиле. И мы видели несколько дом с моим мужем. И видели дом. И обычаи, кто вместе. Если у тебя есть в гости в доме. И женщины, которые там находятся, они для служения. Они будут служить. И в том доме была с сестра. Она была там, чтобы служить. Но Мария Магдалина, она была грешницей. И для того, чтобы прийти в дом. И для того, чтобы прийти в дом. Там, где есть гости, мужчины. И если я помню, их там было 11. В тот момент, когда они видели ее. Они не хотели, чтобы она заходила в дом. Потому, как она была грешницей. And normally, they were sitting to the floor like this. И они восседали за столом. And then, she had to come to the front of Jesus. Imagine. И представьте себе, она должна была представить перед лицом Иисуса. And she had to present herself to the front of Him. Она должна была себя принести перед Ним. And she had this vase of alabaster vase. И у нее был этот alabaster-овый сосуд. И эта ваза, которую я имею, это alabaster-овая ваза. And all time, it would be something very long like this. And it's very, it would be sealed. В то время, это был немножко другой дизайн сосуда. Он был более длинный и имел узкое горлышко. And alabaster-овая ваза, it's a special vase. И alabaster-овая ваза, это особенная ваза, специальная. Это специальный камень. Чтобы хоронить все масло там. Ничто не повредит ему. Это очень сильный камень. И в то время это было очень-очень дорого. Не каждый мог позволить себе купить этот alabaster-овый сосуд. And the oil inside was very precious, was very special. И масло, которое было там внутри, оно было особенным. And the oil she had, it was the oil of mir. И масло, которое имела Мария Магдалина, это было масло мира. The oil of mir is for healing. Это масло мира для исцеления. И в тот момент, когда она предстала, ей нужно было сломать этот сосуд дорогой. И когда ты ломаешь этот сосуд, ты должен использовать масло. Ты не можешь его закрыть обратно, его нужно сломать. И представьте, насколько это было дорого для нее. Но она хотела использовать это для Иисуса. Потому что в ней столько было греха и вины. И когда она обмыла ноги Иисуса, Она и ее никто больше не заботил. Ее было все равно. Даже неважно, если они осудят ее. And she washed his feet. Она мыла его ноги. And she put the oil in his head. Она положила масло на его голову. She kissed his feet. Она целовала его ноги. And Simon, he was criticizing her. И Симон, он критиковал ее. И Иисус сказал Симону, What she's doing there, You never did that to me. And he knew Jesus. И он знал Иисуса. But he never did that to Jesus. But she said, She did that for me. That me. And then after that, Иисус сказал ей, You sinned, you are forgiven. И после этого он сказал ей, Ты прощена. Представьте себе. Not everybody would do that. Не каждый может сделать это. Not everybody would go to see Their sister or brother. Никто, не каждый сможет вот так вот прийти. И видеть. Принести с собой дорогое масло. Прийти в дом перед всеми. And do that to them. И сделать это для кого-либо. Because sometimes we are scared to be judged. Потому что порой мы очень боимся быть осужденными. We are scared what people will say. Мы боимся того, что скажут люди. And this, the same oil she used for Jesus. И то же самое масло, которое она использовала для Иисуса. Jesus said it will be from the day I will die. И Иисус сказал, что это то же самое масло будет для меня в тот день, когда я умру. That's what he said. Это то, что он сказал. И это означает, что масло мира Олицетворяет собой Дух Святой. Олицетворяет Иисуса Христа. И это масло, оно для исцеления. Это о исцелении. Это то же самое, если ты пойдешь к Иисфире. Эстер. О, к Иисфире, да. Если мы пойдем к Иисфире. Эстер, Иисфире, imagine for six months. Представьте себе, в течение шести месяцев. They put her in the bath for six months. Она была позади, каждый день. Каждый день. Ванну принимала для подготовки. I'm sorry, okay. Она принимала ванну для подготовки. Они готовили ее, да. It's a private show. It's okay, it's good. I just saw you. You reverse everything. Yeah, okay, that's good. Okay, and I said to people many times. И много раз я говорю людям. I am not sure you would take a bath every day for six months. Я не уверена, что вы принимаете ванну каждый день в течение шести месяцев. She need to be obedient. She had to obey. Она должна быть послушна. She had to submit herself to the authority. Она должна быть приготовить себя, склонить себя, подчинить себя в силе. No matter who she was. Не важно, кем она была. She need to accept this treatment for six months. Ей нужно было принять эти ванны в течение шести месяцев. Она обязана была подчиниться. Кто из вас, кто присутствует здесь, может также склониться перед силой Бога и принимать такую же ванну каждый день. Это означает, что порой Дух Святой хочет говорить с тобой. Он порой говорит тебе, что сейчас настало время, когда тебе нужно принять святую ванну. Но мы не готовы сделать это. Потому что это занимает много времени. Это не из-за того, что ты чувствуешь какую-то вину. Это о том, чтобы ты мог понимать помазание. Не забывай, что ты избавлен от всего в тот день, когда ты принял Иисуса. Но сейчас тебе нужно понимать шаги, которые ты должен сделать с верой. Чтобы получить помазание. Не так давно кто-то пришел в мой дом. Долгое очень время. У него была осознание. Депрессия. Большая, огромная депрессия. И в тот момент, когда этот человек понял, что есть масло помазания, что это Дух Святой, что Дух Святой никогда не даст тебе осуществление. Никогда не даст тебе ощущение стыда. Демоны сделают это да. И я сказала, давай сейчас помазать помазание. И демоны кричат. Они ненавидят. Вы знаете, что использовать масло вы можете изгонять дьявола? Потому что они умнее многих людей. Они не хотят этого. Они кричат. Это означает, что вы люди Божьи. Вам нужно понять важность получения помазания, как использовать это. Посмотрите на 10 депрессий. Давайте посмотрим на 10 депрессий. Пять депрессий они просто делали то, что они хотели. И другие пять депрессий наполнили свои свечи маслом. Что это означает? Что это означает? Они наполнили свое тело. Словом Божьим. Они наполнили свое тело. Наполнили тело свое. В молитве. Они наполнили свое тело. В молитве. Наполнили Духом Святым. И они были готовы к тому, чтобы пришел Сух. И когда Иисус пришел, они ждали его в особой комнате. Они ждали его как жениха. В тот момент, когда они наполнили свой тело. И дверь была открыта. Они просто вошли внутрь. И те, которые не наполнили. И те девушки, которые не наполнили свое масло, они сказали, подождите, нам нужно найти масло. И когда они вернулись, двери были закрыты. Они не могли попасть вовнутрь. И жених ушел. И это был Иисус. Вы понимаете, насколько это важно? Вам нужно наполнить свою жизнь этим маслом помазанием. When you want, we do the action. Сделать действие. My husband, before we go to bed. До того, как мы ложимся спать, мой муж. I put the oil in his head. Я наношу масло на его голову. To bring memory. Чтобы у него хорошая голова манится. To heal the oldest cell in the brain. Чтобы исцелить все клетки мозговые. I just believe it. Я просто верю в это. And it is much better now than it was last year. И он намного лучше себя сейчас чувствует, чем это было в прошлом году. Because I believe it. Потому что я верю. Men of God. Сын Божий. Men of Jewish will be here. It's true what I say. That's what God says. Amen. Это то, что говорит Господь. Do you know the olive tree? Вы знаете оливковое дерево? Это единственное дерево. Это единственное дерево. That has no bugs. No bugs? Жуков. А в них нет жуков. Мяты. Это дерево ни жуки не едят. I want to... I find my sheet over here. Then this one. Then this one. Yeah. Okay. Over here. в оливковом дереве нет жильков и в тот день, когда я узнала об этом я была посвящена они на это дерево никогда ничего не наносят чтобы защитить его первое, что они делают, чтобы сделать масло первый отжим они отжимают с деревом они отжимают камнями и первый отжим это для храма это первый отжим для светильников это масло очень плотное, оно используется для светильников кто есть храм? кто есть храм? и первый отжим он для исцеления и поэтому мы используем его кто для них есть исцеление? кто для нас? это Иисус Христос и третий отжим, который они делают это чтобы очистить твое тело они используют это масло для очищения твоего тела кто очищает твое тело сегодня? Иисус Христос вы видите? вы видите насколько это важно? это имеет силу я всегда говорю, что глава семьи нужно использовать это масло помазание дом использовать чтобы благословить всю семью глава семьи должен делать это всегда и поверьте если глава семьи делает это для своих детей для своей жены у него будет благословенный дом а Господь говорит ты глава этого дома ты священник в этом доме если у тебя нет мужа и ты мать-одиночка ты глава семьи ты священник в этой семье и каждый раз когда дети спят тебе нужно приходить и наносить масло на их голову чтобы благословить тебе нужно это делать постоянно и когда ты приходишь в дом свой тебе нужно помазать косяки дома твоего косяки дверей твоих я делаю это я прихожу лифом и помазываю вход дома своего косяки дома своим маслом и я так же делаю в своем офисе вы видите нам нужно понимать важность когда ты священник в доме ты глава у тебя есть сила если ты хочешь поститься ты берешь масло для помазания наносишь на свой живот на свою голову на свою голову чтобы это исцелило твои эмоции и помогло тебе и твой пост будет абсолютно другим и когда мы были очень больны с моим мужем господь сказал мне поститься и я сказала господь это так сейчас тяжело для меня поститься я так занята но я хочу поститься он мне сказал отдай мне весь свой сахар я спросила весь сахар он сказал да весь сахар и я взяла масло и я молилась я сказала господь я прямо сейчас обдаю это тебе и все было закончено мне надо ничего спешит я никогда не молилась никогда никогда неама у меня ничего не были никогда бежать и я стала терять вес да киви и тогда я стала ходить и тогда я стала Center и я стала заботиться о моих и почему я это сделала до того, как Господь говорил со мной о посте и я сказала, Господь, мне все еще нужно путешествовать и я не могу этого сделать, если я в том весе, в котором я сейчас нахожусь это для меня тяжело очень и я не знаю, как мне это делать я просто сказала ничего больше ни стыда, ни осуждения, ничего и когда процесс начался я начала терять вес и благословение, да, я благословляла себя я сказала, Господь, благодарю Тебя и я много паундов потеряла и это еще не закончилось, еще не конец потому что в аэропорту, когда я еду в Россию мне порой надо 2 мили просто идти так долго-долго о Господь, это так иногда тяжело но теперь в мое сердце чувствует себя лучше потому что я каждый день хожу и я забудусь о своей идее я сейчас очень здоровая и я готова иметь хорошее сражение это означает, что вы не можете все делать сами Господь дает нам в слове своем, как это сделать и мы должны использовать это слово, как его инструмент и тот человек, о котором я рассказывал, чей бизнес пошел вверх они поменяли место, где они были они поменяли здание и это сейчас прекрасное место вы видите, что сила Духа Святого и Иисуса Христа это настолько сильно и если вы используете это масло помазания просто прочтите 22-й Псалом и вы увидите большие изменения в своей жизни и если вы прославляете Бога и молитесь Ему вы можете делать то же самое дома наносить масло, мазать маслом косяки и славить его, славить Господа много, да, не просто чуть-чуть помазать да, прям наносите везде и вы будете хорошо пахнуть поверьте когда у вас есть страх используйте масло и ваш страх не сведет некоторые люди просят меня молиться за пророческий дух за процветание и они верят в процветание они верят, что если попросить Господа вы знаете, что я хочу сказать? я возьму деньги я возьму деньги или чек или что-то и вы поставите в него и вы представите это Господь и это когда вы берете чек или деньги или что-то вы наносите помазываете маслом и подаете Иисусу Христу и молитесь теперь Господь это твое делай то, что ты хочешь я верю и я получу получу свое процветание все, вам ничего особенного делать не нужно вот поэтому мы должны это делать поэтому нам надо использовать это масло аминь аминь если тело твое имеет болезнь и я знаю, что порой это просто невозможно получить исцеление но я верю я очень сильно верю что Дух Святой наполнит тело твое и это написано в Слове Божьем это оттуда пришло это не попкорн это не кола это не зорчская кола это масло к помазанию это означает, что мы должны научиться использоваться аминь 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 аминь